Мы могли ничего не делать вообще в здравоохранении с точки зрения структурной реорганизации. Не закрывать ни одну койку, не оптимизировать, не сокращать административный персонал и так далее. Что в реальной жизни происходит в тех же стационарах? Мы закупили новое оборудование, появились новые технологии. Если раньше человек после операции и перед операцией в целом пролеживал на этой койке от 14 до 18 дней, по полмесяца валялся в больнице, то сегодня на те же самые манипуляции требуется 3-4 дня. А иногда это можно сделать в дневном стационаре. Давайте ничего не будем сокращать. Слушайте, нам тогда надо все население Москвы уложить на эти койки ровным слоем. Зачем? Во-первых. Во-вторых, это имеет очень серьезные социальные последствия. Если бы мы не оптимизировали количество административного персонала КОЭК в Москве, затрат, ненужных затрат. Просто арифметически можно посчитать. У нас заработная плата наших врачей, которые мы любим, уважаем и стремимся обеспечить их финансовым материалом. Если бы мы ничего не делали, что вы от нас требуете, а наоборот делали то, что вы требуете, заработная плата врачей была бы ровно в два раза меньше. Мы сегодня живем в системе медицинского страхования, обязательного медицинского страхования. По сути дела, это комические услуги, оплаченные страховыми компаниями. Это жесткие, серьезные условия. И мы просто так благодушствовать просто не можем. Больницы, о которых вы говорили, и роддом, их выбирало 6-7% местного населения, остальные ехали в другие. Даже сегодня...